Друзья, всем привет! Это обзор квартиры, которая находится у нас по адресу улицы Седова, 65А-5. Это ЖК Центральный парк. Традиционно сначала о месторасположении. Очень классное и кайфовое место в Иркутске для проживания, если вы где-то работаете в центре. Ну и в целом на самом деле очень комфортно. Здесь рядом находится у нас транспортная развязка на противоположный берег. Вот, можете увидеть, прям вот видно его. До модного квартала, то есть фактически до центра города здесь 2-3 минуты на машине, 5-10 минут пешком. Рядом торговый центр Ярко Мол, там гипермаркет ОК, бары, рестораны, кафе, кинотеатры и много-многое другое. Вот, по инфраструктуре прям классно. Здесь даже во дворе есть супермаркет, спортивный клуб. В этом доме у нас детский сад частный, школа рядом, школа номер 14. Здесь примерно минут 10 езды, наверное, даже меньше, там полтора километра. Вот, и в общем, действительно, квартиры в этом районе всегда одни из самых любимых наши, потому что здесь действительно очень комфортно. По самой квартире. Квартира находится у нас на 16 этаже. Вот такой у нас панорамный замечательный вид. Конечно, вечером, когда особенно солнце зайдется, вот у нас зимой вот здесь, летом, наверное, чуть-чуть туда уходит. За счет этого здесь очень классный вид. Все это, противоположный берег, начинает гореть огоньками, когда наступает темнота. В общем, здесь очень классно и очень атмосферно. Далее. По квартире. Квартира у нас двухкомнатная, достаточно просторная. Более точную площадь увидите в описании. Планировка. У нас зал совмещен с кухней. Это зал, это кухня. Ну и давайте сразу прокомментирую. Да, квартира немного пустовата на момент записи видео, а это февраль 2021 года. Собственники в целом готовы выслушать какие-то пожелания арендатора по поводу мебели. Но то, что хотят собственники на текущий момент здесь, это поставить сюда как минимум диван. Вот, возможно, какую-то тут мебельную стенку. Не знаю, то есть все обсуждаемо. Если вам действительно интересен будет этот вариант, мы все вопросы с вами проговорим. Ваши пожелания выслушаем и передадим их собственнику. И уже по итогу общения с ним определимся, что будем доставлять. Вот. По самой квартире давайте дальше. По кухне. Вот такая достаточно тоже она просторная. Диван. Вот этот, наверное, мы тоже поменяем. Ну, собственники точнее поменяют. Кухня у нас есть все. За исключением, к сожалению, посудомоечной машины. Вот. И варочная поверхность у нас небольшая. У нас всего здесь только две комфорки. Дальше. За счет того, что это солнечная сторона, здесь много естественного света. И этому также способствует тому, что здесь окна, во-первых, широкие. И здесь вот тоже балконная группа тоже достаточно просторная. Идем дальше. Давайте покажу вам сначала спальню. И потом уже пройдем по периферии, по дополнительным, так сказать, помещениям. Сыпальня тоже достаточно просторная. Если у вас маленький ребенок, тут войдет кроватка. А может быть даже и две. Ну, не может быть, а точно войдет. Вот такой небольшой палательный шкаф напольный. Вид. Все окна у нас выходят именно на противоположную сторону. Да, точнее, на противоположный берег. И поэтому здесь достаточно не шумно. Потому что вот эта дорога, она на самом деле не очень активная. Вот. Так, что вам еще показать? Идем далее. Давайте я вам покажу коридор. И систему хранения, чтобы вы понимали, куда вы будете складывать свои вещи. В коридоре расположен вот такой шкаф-купе. Также наверху имеются, ну, так по-советски можно называть антресоль. Да. Комод, вешава, тумбочка. То есть, все необходимое. Далее. И санузел. Санузел у нас совмещенный с душевой кабиной. Квартира, кстати, очень теплая на момент записи видео. Да, здесь прям жарко. Вот, видимо, на батарее на максимум работают. Вот. И здесь еще приятным бонусом вам будет узнать, что здесь вот такая есть кладовочка небольшая. То есть, можно туда все вот как раз какие-то технические моменты их туда спрятать. Вот, в частности, здесь стоит гладильная доска, сушильная доска. Утюг. Все запрятали. И также можно использовать его как шкаф для верхней одежды. Ну, и еще вот такой вот у нас здесь замечательный функциональный пенал. Здесь у нас электрические полы с подогревом. Хотя они сейчас отключены, но они то чуть теплые, за счет того, что здесь разводка идет через пол. И, к тому же, это 16 этаж. Межэтажные перекрытия прогреваются очень хорошо. И квартира действительно очень теплая. Будем рады вам показать эту квартиру вживую и заселить в нее именно вас. Спасибо.